Не, не получилось. Мы все переживаем. Мы немножко даже иногда отвлекаемся от танцев, как мы переживаем. Наших ни за что штрафуют. То есть такое есть, конечно, мы переживаем и болеем всей командой. Анастасия учится в Рязанском государственном радиотехническом университете на третьем курсе. Говорит, что тренировки совмещать с учебой непросто. Однако у нее получается. Кстати, помимо группы поддержки, Анастасия ходит и в тренажерный зал. Татьяна Устюкова посещает группу поддержки с самого ее основания. Она работает в областной клинической больнице старшей медсестрой диагностической лаборатории. Коллеги гордятся ее успехами. Татьяна призналась, что ей удалось заразить хоккеем своих друзей. Хотя изначально она посещала тренировки ради спортивного интереса. Сначала просто чисто спортивный интерес. Что это такое, как это все проходит. Ну, чтобы с пользой провести время и побольше тренировок, чтобы было. А потом уже втянулись в атмосферу хоккея, в саму игру. И очень стало нравиться. И стали переживать за свою родную рязанскую команду. Теперь Татьяна на протяжении почти пяти лет поддерживает клуб вместе со зрительным залом. Чирлидинг – явление для региона не новое. Многие уже видели подобные выступления на зарубежных матчах и в фильмах. А с недавних пор группы поддержки стали появляться и в Рязани. Почти пять лет назад Надежде Сократовой поступило предложение о создании такой для хоккейного клуба «Рязань». Она решила попробовать. Первый набор, так получилось, что мы собрали всех наших знакомых танцующих тренеров, каких-то, может быть, занимающихся. Всех, кто любит танцевать, увлекается танцами, активным, здоровым образом жизни. То есть мы собрали тех, кто мог быстро и что-то сделать вместе. Отрепетировали какие-то связки танцевальные, придумали, сами собирались и вышли с ними первый раз. Отстояли на матче, все было пока непонятно, потому что формат был незнакомый. Потом начали чистить, узнавать, интересоваться, как все сделать лучше, что-то добавлять, какие-то идеи, фишки пробовать. И, в общем, сейчас как-то уже все у нас поинтереснее складывается. Если раньше в составе группы поддержки на лед выезжали фитнес-тренеры, то теперь это девушки, которые прошли специальный кастинг. Надежда на льду появляться перестала. Она занимает пост руководителя группы. Ее задача – поставить хореографию. Тренируются девушки в холле второго этажа спортивного комплекса вместе с хоккеистами. А потом на лед. Три года назад в программе у девушек появились коньки. Они выносят флаги и встречают хоккеистов. А после свистка судьи на арене начинается хоккейный матч. 5 октября рязанцы встречались с командой из Воронежа «Буран». Сильный соперник, у которого пришлось врывать победу. Со сцены и трибун команду поддерживают девушки. Вместе со зрителями они распевают гимны и танцуют в такт всем кричалкам. И уже в первом периоде рязанцы открывают счет. Девушки радуются вместе со зрителями. Затем новые атаки. И все та же поддержка, которая так необходима игрокам. Во время матча танцуют 16 девушек. Всего в группе поддержки их 18. Самой младшей участнице 16 лет. Вот только на трибунах можно заметить и совсем юную болельщицу. Нравне с коллегами она переживает за успехи клуба. И вторая шайба не заставляет себя долго ждать. Первый период закончился со счетом 2-0. А в итоге рязанцам удалось обыграть воронежский клуб со счетом 3-2. После матча хоккеисты идут восстанавливаться и готовятся к следующему. Девушкам предстоят свои тренировки, чтобы в следующий раз также выйти на ледовую арену с улыбками на лицах и положительным зарядом внутри. Дабы разделить свою энергию с игроками и зрителями. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».